В Магадане проходит неделя без турникета. В рамках традиционной всероссийской акции учащиеся 9-го В-класса 30-й гимназии посетили областную думу. Для школьников провели лекцию о ее истории, познакомились с фотовыставками, показали фильм о работе Колымского парламента, рассказали о деятельности молодежной общественной палаты. Бригада, я расскажу вам о наиболее значимых инициативах нашей организации. Так, по инициативе молодежной палаты депутаты поддержали проект федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма электронных происпорителей. Палата выступила с инициативой принятия законопроекта об ограничении в сфере продажи без алкогольных, тонизирующих напитков на территории Магаданской области, в результате которого закон Магаданской области запрещен на продаже энергетиков несовершеннолетних. И в связи с вступлением в силу в декабре 2020 года федерального закона о молодежной политике, молодежная общественная палата провела существенную работу по изменению регионального законодательства. Следующий этап экскурсии – голосование. Гимназисты получили возможность почувствовать себя депутатами и принять или отклонить ряд законопроектов. Один из них – увеличение возраста молодежи до 35 лет. 11 человек поддержали изменения, четверо высказались против, двое воздержались, четверо не голосовали. Еще один вопрос – кто из присутствующих планирует связать свою жизнь с Магаданом? Я бы хотела поставить на голосование еще один вопрос. Вас планируют остаться в городе Магадане или на территории. То есть, если вы планируете остаться, вы голосуете «за». Если вы планируете уехать, вы голосуете против. Но если вы планируете уехать, отучиться и вернуться, вы тоже голосуете «за». То есть, вы уже понимаете, что вы свою жизнь свяжетесь с этой территорией. Понятен вопрос? Голосуем. Встретились ученики и с председателем областной думы. Сергей Абрамов рассказал, в каких направлениях сейчас ведут работу парламентарии и ответил на вопросы гостей. По словам спикера Колымского ЗАГС Собрания, подобные мероприятия важно проводить систематически. Это поможет дать понять подрастающему поколению, что регион в них нуждается. Она нуждается в них, как в жителях нашей Магаданской области, а самое главное – в высококвалифицированных специалистов. И есть возможность окунуться и погрузиться, чем занимается законодательное собрание, чем занимается аппарат. Им прийти, пощупать, посмотреть в кабинетах, как организованы рабочие места, посидеть за столами депутатов и почувствовать в голосовании степень ответственности за принимаемые решения. Потому что они все принимаются на территории, для территории. И вот такие мероприятия, они, конечно, дают возможность ребятам как-то по-другому посмотреть на многие процессы, которые происходят на нашей территории. Сергей Абрамов уверен, если хотя бы несколько человек из посетивших мероприятия примут решение остаться жить и развиваться в Магадане, то поставленная задача будет достигнута. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Специально для Карибу.